друзья мои всем привет сегодня мы с вами разберем одну психологическую игру в которую играют как мужчины так и женщины и эта игра называется уходи но останься снять такое видео меня потолкнул вопрос одной моей зрительницы она меня спросила подскажите пожалуйста как тактично сказать мужчине о том что я не хочу с ним отношений и у меня появилось очень много мыслей на эту тему периодически меня спрашивают что-то подобное и сегодня мы разберем почему так происходит ведь на самом деле все мы знаем как экологично объяснить человеку что мы не хотим с ним никаких отношений у нас нет к нему никакой симпатии никаких чувств делается это примерно следующим образом я не чувствую к тебе симпатию поэтому давай прекратим наше с тобой дальнейшее общение действительно просто но сложности возникают именно в тот момент когда мы сами не знаем чего мы хотим с одной стороны мы не хотим отношений с этим человеком но с другой стороны нам очень приятно его внимание даже если мы себе об этом не проговариваем даже если мы не признаемся себе в том что нам приятно что это человек нас куда-то зовет что-то нам предлагает нам пишет то есть мы таким способом повышаем свою самооценку и мы понимаем что внимание мы хотим сохранить отношений с ним мы не хотим а на двух стульях усидеть пока не получается и поэтому мы начинаем думать как же разрулить эту ситуацию кроме того в подсознании есть еще такая мысль ну а вдруг я когда-нибудь передумаю и захочу там провести какой-нибудь вечер там с ним где-нибудь встретиться погулять и происходит вот эта ситуация когда мы хотим и рыбку съесть и косточками не подавиться и поэтому дальше мы начинаем придумывать какие-то варианты что сказать вот этому человеку с которым мы играем в эту игру ой я сегодня не могу я сегодня занят или ой я сегодня устал или я заболел или я пока не хочу там серьезных отношений или давай оставим все так как есть не будем торопить события мне в принципе и нравится то что происходит данный момент сейчас и повторюсь играть в эту игру могут как мужчины так и женщины и вот такая игра она вызвана тем что человек думает только о своем комфорте потому что мне хорошо когда есть человек который уделяет мне внимание а что там дальше происходит с этим человеком мне вообще не важно я сейчас не говорю конкретно про автора данного комментария я говорю про ситуацию в целом потому что я не знаю что там стоит за этой истории то есть я просто рассказываю к чему может привести подобная игра и хорошо если тот другой человек про которого мы в этот момент абсолютно не думаем является психологически здоровым зрелым не склонным впадать в зависимость не живущие иллюзиями и он очень быстро понимает что общаться с человеком у которого нет энтузиазма ну смысла никакого нет и он как бы сам ну скажем так отваливается но бывает же другая ситуация когда тот человек которого мы не отпускаем уже успел влюбиться у него уже начали появляться какие-то чувства а может быть он склонен впадать в любовную зависимость а может быть он склонен жить своими вот этими иллюзиями и тогда эта ситуация может продолжаться складываться таким образом просто годами потому что его фокус внимания настроен на то чтобы найти подтверждение своей нужности и он всегда их найдет даже в той ситуации когда этих подтверждений вообще нет но если он хочет их найти то он их найдет и он вот так может потратить очень много лет своей жизни но другой человек об этом не думает в этот момент он думает только о себе бывает еще другая ситуация когда человек не может сказать вот так напрямую что у меня нет тебе чувства и дальше ничего не будет в тот момент когда у него есть какие-то страхи в голове страхов может быть очень много это страх что ты сделаешь больно очень человеку что он будет там страдать из-за этого страх что он как-то неадекватно отреагирует страх что я совершаю сейчас ошибку и на самом деле мне нужен этот человек а возможно у нас все когда-нибудь и получится зачем я его буду сейчас отпускать и понимаете вот уловили страхи они точно также связаны с эгоцентризмом и гордыни человека даже в этих страхах проявляется вот это вот гордыня я настолько считаю себя значимым человеком в жизни другого что я думаю он мой отказ вообще не переживет что ему будет больно плохо и он вообще не справится не выкарабкается зачем его буду расстраивать да понимаете то есть я себе такого мнения что я такой центр жизни другого человека что он просто не перенесет этот отказ или другая си другой страх что я совершаю сейчас ошибку то есть опять же гордыня говорит я настолько идеальный человек я никогда не совершаю ошибки и я должен предусмотреть все риски я должен предусмотреть все я должен сделать так чтобы я никогда в жизни не дай боже не совершил никакой ошибки я же потом буду вдруг кусать себе локти и себя же гнобить то есть я буду свою самооценку снижать за то что я там когда-то что-то не предусмотрел и когда-то что-то думал по-другому ну конечно все все хотят быть идеальными то есть даже в страхах проявляется это гордыня и вывод которому я прихожу играют в эту игру только те люди у которых но чересчур слишком много самомнения сама вас превосходство и вот этого эгоцентризма когда нам не важно что там другой человек нам важно как я конечно по-хорошему вы мне скажете но ведь мы не несем ответственность за жизнь других людей да мы несем ответственность за жизнь других людей но в этот момент мы занимаемся манипуляцией потому что в интересах другого человека знать что у вас ничего не будет для него это лучше его жизнь сложится по-другому у него есть жизни свои интересы но вы своими действиями делаете так чтобы тот человек выбирал ваши интересы ваши интересы заключаются в чем в том чтобы поднять свою самооценку еще больше и поэтому получается такая ситуация что это сто процентов является манипуляцией когда вы не говорите человеку прямо обо всех фактах на основании которых он должен принимать решение дальше в своей жизни поэтому давайте все вместе попробуем сделать этот мир чуточку лучше и чуть-чуть поработать над собой и над своей гордыней и сказать тем людям с которыми у вас не будет отношений что у вас действительно их не будет просто обычными понятными простыми человеческими словами чтобы тот другой человек понял и уже исходя из этой информации строил дальше свою жизнь а то что будет дальше если он все-таки выберет там добиваться вас или там ждать вас то конечно это уже ответственность того человека но вы честны перед собой вы понимаете что вы сделали все я не говорю что я знаете такая святая вообще никогда в жизни так не делала делала и не один раз и все мы сами так делали но вот последний раз который случился в моей жизни там была тоже такая сложная ситуация потому что я понимала я не люблю человека если никогда не буду я не знаю что должно произойти чтобы я выбрала его но мне было очень приятно его внимание мне было очень приятно знать что он меня любит мне было очень приятно понимает что где-то в мире есть человек который готов для меня сделать все и тогда я просто села и спросила себя честно вот поговорила сама собой настя а ты действительно это вот повод для того чтобы мучить другого человека чтобы портить его жизнь рушить его жизнь нет это не повод и тогда я помогла прям этому человеку избавиться от самой себя и мне было непривычно мне было некомфортно то есть зачем мой мозг как-то вы знаете сопротивлялся немного зачем я это делаю ведь мне же от этого хорошо а так получается я делаю как бы себе тоже в какой-то вот такой вред но по прошествии какого-то времени я поняла что это было действительно самое верное самое правильное решение и теперь моя можно так сказать совесть чисто и я с радостью смотрю на вот этот свой поступок когда я не стала мучить человека я не стала потом бежать его снова возвращать в эту игру потому что ну это можно было делать бесконечно и когда ты понимаешь что ты как бы управляешь другим человеком то у тебя тоже можно так сказать появляется какая-то корона и тебе хочется играть в эти игры дальше но самое главное остановиться и просто быть честным своим собой не нести потом вот этот груз какой-то ответственности просто ради того что в какой-то момент времени ты тешил там свою гордыню свое самолюбие и поднимал свою самооценку это был пример игры токсичные в которую играть абсолютно не стоит никому но есть игры в которые стоит играть это игры которые делают отношения более яркими более насыщенными более интересными в которых женщина делает такие вот шаги можно так сказать многоходовки или одноходовки и в этот момент мужчина понимает что ему ни с кем не было так интересно и так классно как именно вот с этой конкретной женщины и он влюбляется в нее он стремится быть с ней и уже он не посмотрит на другие отношения с другими девушками потому что он понимает что вот этот интерес это вот позитивные эмоции интереса есть только в отношениях вот с ней и тогда он будет стремиться быть в отношениях только с ней если вы еще не знаете про такие игры то я рекомендую вам свой гайд игры в которые играют женщины я собрала там по моему около 40 игр вот таких как в которой можно и нужно играть в отношениях чтобы делать их только сильнее ссылка на сайт где вы можете узнать подробную информацию в описании на сегодня у меня все ставьте лайк этому видео подписывайтесь на мой канал и смотрите мои новые ролики ведь вы же знаете что я даю вам только самую полезную информацию всех люблю целую пока пока